Друзья, всем привет! Вы на канале GGM, меня зовут Влад. Сегодня у меня будет доставка бревен. Повезу три связки коротких на автопоезде целиком от автора Code 76RSK. Ссылки, как обычно, оставлю в описании. И моя задача доставить все три связки к местной фабрике. Там у меня уже подготовлен генератор, который будет вырабатывать электричество для производства древесины. Но уж думаю, что, наверное, в следующей серии мы эту древесину будем развозить по вот этой карте. Конечно, можно прокатиться по другой стороне реки. Там существуют, как помните, различные деревянные постройки. Собрать деревяшки оттуда. Но все-таки мне показалось, что, а, во-первых, нужно было найти лесопилку, АБ, все-таки вот, ну, бревновозы, сноураннеры, это какая-то вещь, которые на 200% совместимы друг с другом. Груз получился немножко тяжелым для краза. Он то и дело, видите, как норовит уйти по широкой дуге. И так спокойненько сползает с вот этой небольшой горки. Ну, плюс я еще иду, конечно, только на заднем приводе. Хотя у меня полноценно машина подготовлена. Но хочется немножечко усложнить свою задачу, потому что, ну, изначально как раз-то сам по себе очень проходимый. Я думаю, что вы прекрасно это знаете. Потихонечку начинаем осваивать эту карту. Я уже скатался, посмотрел местные ландшафты, доехал, по-моему, в прошлой серии говорил, до точки, где нужно будет делать фаникулер для горнолыжников. И там, конечно, дорожки такие, я бы сказал, горные, серпантинные, с сугробами, с небольшой колеей. Если туда поедете, лучше запасайтесь топливом, потому что маршрут не, я бы сказал, не короткий. Кстати, прикольный кадр. Можно, конечно, выбрать короткие маршруты, но я вот специально, причем, взял для этой задачи Ниву, прокатился. И, как вы помните, у Нивы изначально небольшой топливный бак, потому что не так давно у меня выходила серия с этой машиной. И буквально я забрался в горы, и все, топливо закончилось. Поэтому для того, чтобы моя машинка поехала дальше, я еще ездил за топливом, заправлял ее. И, честно говоря, поехал-то уже дальше на другой машине. Не его просто подзаправил, а вот путешествовал я как раз на газике Сапко. Потому что там, как вы помните, есть вариация такого в стиле американцев, наверное, пикапе. Так, нам сюда. А, не, не сюда, дальше. Просто здесь нужно будет уйти с асфальта на, опять же, бетонку. Ну, как на бетонку. Не на бетонку, а на грунтовку, правильно сказать. Так вот, Сапко без проблем справился. Единственное, что рейс получился у меня там очень долгий. Я не планировал его записывать. Но зато узнал, каким маршрутом можно выдвинуться к фуникулеру. А там как раз все это безобразие в горах. Я думаю, что в последующем будет интересный рейс. Если у меня, конечно, хватит сил его записать, а у вас терпение досмотреть. Потому что есть очень хорошая дорога. Длинная, извилистая. И если правильно подобрать автомобиль, должно быть интересно. Так, аккуратненько на автомате ползем. Чуть меньше 240 литров у меня топлива. Тяжелый прицеп, видите, зарывается. КРАЗ. Помог немножко на понижайке и диффом. Ну вот что, если бы машина была исключительно с приводом только на задние колеса. А, я завалил дерево здесь. Как говорит мой хороший подписчик, плюс одно в копилку. Так, осторожно. Включая полный для того, чтобы банально завернуть на асфальте. Как вы понимаете, это вообще не нужно. Но с полным приводом радиус получается немножко меньше. Так, сейчас небольшой будет у нас с вами участок по асфальту. Если я правильно помню, нам, по-моему, куда-то вот сюда. Так. Кстати, чего скажете по фирменному окрасу у тайги кабины. Так, небольшие фризы пошли. Давайте полное отключу. Поеду исключительно на заднем. Неплохо смотрится, да. Хотя, по мне, все-таки вот, ну, краз это в первую очередь такой болотный цвет, бежевый, песочный. Потому что я помню машины именно в таких цветах. Хотя, в принципе, с какими-то яркими цветами кразы иногда попадались. Бодро едет, кстати. Смотрите, как в горочку по колее. Полный привод я сейчас отключил. Но машинка очень неплохо идет. Еще один прикольный кадр ловлю к себе в копилку. Напомню, что некоторые снимки можно посмотреть в конце этого ролика. Ну, как и обычно, наверное, да. Если вы подписаны на меня и смотрите регулярно. За что вам отдельное спасибо. Размещать там периодически. И вот, думаю, как-то, знаете, сейчас, наверное, Иногда в жизни каждого блогера, в кавычках, Ну, я себя с трудом называю блогером, Потому что у меня не так много подписчиков. Но ты начинаешь думать. Ты... Так, а если банально вот так? Див. Стоит ли продолжать какие-то отдельные каналы? Я имею в виду не YouTube, а какие-то копии. Ну, допустим, вот у меня есть на ВК там, Есть в Телеграме. Смотрите как. Не хочет. Тележка, что ли, где-то мы подзастряли. Или ему зацепа не хватает. Давайте включу полный. Так вот, за, наверное, как-то полгода, Если, может быть, чуть побольше даже, ВК у меня минимальный прирост. И, в принципе, Мне, друзья, говорят, Зачем ты вообще, как бы, что-то делаешь в ВК? Там, в принципе, как бы, Мне кажется, уже давно никто не сидит. В ВК у меня есть два, наверное, Хороших товарища, Из-за которых я, в принципе, там и есть. Один из них, Алексей, У него есть свой канал. Это SnowRunner Сибирь. Или SnowRunner Сиберия. Потрясающий человек. Очень отзывчивый, компанейский. У него куча фотографий на канале. Мы с ним знакомы еще с того момента, Когда оба выкладывали в определенную социальную сеть, Где куча фотографий. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, А какой я? Когда еще не был различных санкций. Так вот, Алексей, наверное, В SnowRunner-то даже побольше моего. И очень отзывчивый, Потрясающий человек. Ему отдельный привет. Так вот, я, в принципе, Угрузился туда первая причина. Потому что он Перешел именно на ВК. Ну, я подумал, как Если вдруг что-то С Ютубом у нас случится, да? Смотрите, как прикольно Тайга переваливается. Очень красиво. Давайте Сфотографирую Вот этот снимок. Вот это колесо Прямо практически На арку Еще чуть-чуть и ляжет. Вот. И, по сути, как бы Я подумал, ну, а почему Не ВК? Раз Леха там, То и мне можно попробовать. Ну, вот, как показала практика, Практически минимальный прирост. У меня там порядка, по-моему, Там 28 человек, Кто меня там смотрят. И ВК не самая комфортная, наверное, Площадка для Видеоблогинга. По крайней мере, Для выгрузки. Может быть, как стрим Интересно. Но У меня Время от времени То видео не загружалось. То оно загружалось И не отображалось В личном списке. Приключений было много. Я уже последние два ролика Просто-напросто Стал выгружать ссылкой На YouTube. Ну, и вот как-то думаю, Стоит ли там продолжать. Потому что Время он отнимает. Пускай и немного. Но пока подгрузишь. Пока оформишь. Может быть, Останусь просто На YouTube. Пока вроде более-менее Платформа В нашей стране Живая. Есть еще Telegram. Но С Telegram тоже Не все так гладко. Потому что Это нужны какие-то регулярные истории. Регулярно Постоянное пополнение. А вы сами знаете У меня там Три-четыре ролика Максимум Может быть В неделю. А скорее всего Сейчас один-два Потому что На работе Очень много Различных историй В плане Загруженности. И Зачастую Вот Видео снимаю Уже где-то Ближе К Ночи Если быть честным То Вот этот ролик Я сейчас снимаю В начале первого. Так что Вы понимали По умолчанию Нужно Отснять В другой день Скорее всего Идет монтаж То есть Один ролик У меня Зачастую Занимает там Пару дней Если учесть Что у меня Несколько каналов Давайте Аккуратненько Попробую проехать То И там И здесь Нужно Отмонтировать Снять И для нашей Аудитории И для Других стран Поэтому Как-то так Но Будем оптимизировать Чего-нибудь Придумаем Очень прикольно Вот Вы знаете Как Я не знаю Как вам Но По мне Сноураннер Многие вот любят Большие какие-то Грузовики Массивные Четырехосные Такие вот Прям монструозные А для меня Как-то больше Классика Вот Обычные Грузовички Как 255 131 Там Мазики старые 500 серии Особенно Я вот технику Очень люблю Такую Более Классическую Не монструозную Как какой-нибудь Ракетовоз А вот такие Тачки Потому что Ход подвески Хороший И иногда Вот зачастую Кстати Вот на этой карте Я последнее время Начинаю очень долго думать Какую машину Использовать Потому что В целом Здесь По крайней мере На сегодняшний момент По тем локациям По которым Я проезжал Для Даже для Краза Некоторые Моменты В карте Становятся Такие легкие Для проходимости Хочется найти Какую-нибудь Простую Машинку Но Таких Очень немного Особенно если Учесть что Мы любим Старую Советскую С вами Да Почему я не так давно Ездил на Газики Садко Маленький грузовичок Для которого В принципе Такое Серьезное Бездорожье Интересно И для него Это Ну Какая-то такая Правильная Покатушка А вот с точки зрения Допустим Серьезных Вездеходов Ну Вот В целом Посмотрите Тайга Очень Спокойно Идет По этому Ландшафту И здесь Сразу Вспоминаешь Какой-нибудь Опять же Там Модранер Да Когда Кразу Реально Было Тяжело Вот там Было Интересно Ждешь Конечно Вот таких Нюансов Может быть На этих Картах Также Здесь будет Присутствовать Но пока Вот видите Такие Небольшие Заснеженные Сугробы Такой Вот Компактный Брод И в целом Краз Без проблем Его Может Преодолеть Вот сейчас Полный Привод Я колесиками Повожу Из стороны В сторону Если Прицеп Тяжелый Нас там Не засадит То мы Спокойно Проедем Кстати Сперва Для этой Задачи Я взял Абсолютно Другой Грузовик Так Давайте Посмотрим Как Мне лучше Ехать Вот сюда Наверное За снегом Не видно Клеи Помните Мы катались С вами На Четырехоснике Это было Рено В таких же Военных Расцветках Как мне нравится Тайга Машинка Очень клевая Но Проехав Буквально Первые Там Не знаю Там Тридцать Метров От Лесопилки Я понял Что Не для нее Этот маршрут Рено Очень Спокойненько Проедет И машинка В целом Как бы Даже Без каких Либо проблем Преодолеет Весь маршрут Снимок Можно с двух Ракурсов Бахнуть Вот этого Наверное Как-нибудь Поближе Вот так Тоже Красиво Да Может быть Будущая Обложка Друзья Почитал ваши Комментарии Относительно Прошлого Рейса В который У меня уехали И Бурлак И Газик Садко Я попытался Кстати Тоже Классный Кадр Давайте Вот прям Рядышком Бахну Почитал Основные Комменты Про Были Переходы Вот Артем Очень Расписал Там Свое мнение Друзья Была идея Знаете Сделать Вот как Фильмы Иногда Ты смотришь И в фильме Происходит Действие У двух Героев Картинка Периодически Меняется Что происходит У одного Что у другого И один Комментарий Был Что Достаточно Резкие Вот как раз Такие Переходы От одной Машины К другой Задал вопрос Что нужно Сделать Для того Чтобы этот Переход Не казался Резким Но пока Я вот Для себя Даже Не понимаю Как это Сделать Но Хочется Немножко Разнообразить Особенно Какие-то Длинные Заезды Потому что Так Ты смотришь И допустим Какую идею Я в это Вкладывал Когда нужно Доставить К примеру Столько Палетов Груза Сколько Одна машина Не довезет Естественно Ты будешь Использовать Сейчас попробую Здесь Сделать Кадр Пару Грузовиков Там Или Грузовик Допустим И Скаут И Это Два Рейса Возможно Два Видео А хочется Как-то Оптимизировать И сделать Одно Наверное Задание За Один Рейс Вот Решил Сделать Так С двух Сторон Согласен Может быть Где-то Получилось Немножечко Как это Правильно Сказать Куцу Да Наверное Но Вот Если Досмотрели До этого Момента И до этого Обсуждения Опять же Артем В прошлом Ролике Достаточно Обширно Наверное Так скажу Расписал То Что Он имел Ввиду По-моему Мой тезка Еще написал Что Тоже Такие Достаточно Резкие Переходы Как бы Вы Сделали Рейс У Двух Машин Потому Что Парни Написали Давай Лучше Делать Отдельно Вот Сейчас Ты едешь Там На Бурлаке А потом Ты едешь Допустим На Газике И это Было бы Интересно Поэтому Если Есть Идеи Пишите Как Это Оформить Давайте Попробуем Если Это Будет В моих Силах Ну Опять же Я Не Профессиональный Монтажник Видео И Хочется Как-то Все Таки Разнообразить Контент Может Быть Именно Выпускать Ролики Такого Плана Поэтому Пишите В комментариях Что Думаете А я Обязательно Попробую Опять же Реализовать Ну По мере Своих Технических Возможностей Чуть Больше Половины Бака Мы с вами Проехали 330 литров И осталось У нас 129 Но мы Фактически Уже Вот сюда Приехали Вот Стоит У нас Генератор А чуть Дальше Стоит Склад Куда Можно Будет Сейчас Грузить Вот эти Бревна Причем Только Короткие И Знаете Как Я уже Говорил В каком-то Видео На короткие Бревна На несколько Сезонов В определенный Момент Сноуранер Ну Была такая Тишина Были Длинные Допустим Были Средние А коротких Не было Вот Сейчас Наоборот На этой Карте На лесопилке Вот На первой Присутствуют Исключительно Только Короткие Возможно Где-то На второй Локации Будут И длинные Давайте Приступлю К Разгрузке Сейчас Аккуратненько Вот Бревна Три Штуки Так Отцеплю Прицеп Сейчас Посмотрю Сколько У меня Получилось Досок Вот Запустим Генератор Ай-яй-яй На камешке Наехал Здесь недалеко Помните Когда мы ехали На Бурлаке Я Напоролся На Большой Прицеп Такой От Скаута Тентовый Которого Раньше Не было Вопрос На чем Его Отвести Плюс Я Нашел Еще И Новый Компактный Прицеп С Запчастями Включить Генератор Ай-яй-яй Выключил Случайно Место Чтобы Отцепить Вот Второй Тоже Интересно Какой Машине Оттаранить Есть Желание Отвести На Скауте Но Скажем так Для Компактного Прицепа Нужна Большая Машина У меня Такой Автомобиль В принципе Имеется Я думаю Что вы С ним Знакомы Не так Давно В Первой Серии Одиннадцатого Сезона Там Где Мы Нашли Как раз Бурлак Я Подвозил На Крузаке Трехсотом Запчасти И он Как раз Крупный Внедорожник Который Может Это отвести Либо Может Взять Какой Другой Вот Пока Раздумываю Итак Давайте Посмотрим Чего у нас По производству Так Бытовка Вторая Доски Ага Раз Два Три Четыре Ну Нам По-моему Как раз Нужно Где-то Будет Восемь И Я думаю Что Мы пока Оставим Мало ли Может быть Куда-то Еще Пригодятся В следующем Рейсе Обязательно Будем Развозить Древесину Как Обещал Машинка У меня Кстати Уже Стоит Вот За Тем Складом Я думаю Что Вам Тоже Понравится Советская Хорошая Много Было Комментариев Что Это За Марка Я По Привычке Называл Ее По Одному Но В Настоящем Это Немножко Другой Бренд Ладно Не Буду Открывать Всех Тайн Друзья Если Ролик Понравился И есть Что Написать Обязательно Жду Комментарии Поставьте Лайк Если Еще Не Подписаны На мой Канал Самое Время Это Сделать Ну а я Плавненько Буду С вами Прощаться Всем Удачи Всем Пока И Увидимся В следующем Рейсе Субтитры Субтитры